Рифат Чубара, глава Меджлиса Крымса Татарского народа с нами на связи. Рифат Ага, приветствуем вас в эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Рифат Ага, действительно хотелось бы поговорить, потому что, знаете, очень часто сейчас уже даже такой тезис, хотя, ну, я не знаю, его, возможно, для многих он не совсем правильно звучит, но, как говорят, да, с Крыма все началось, Крымом в этом вопросе, и война агрессивная, которую развела Российская Федерация, и закончится. Согласны ли вы с таким тезисом? Если мы говорим о вопросе деоккупации Крыма, как вы думаете, когда настанет фактически, на практике этот момент деоккупации полуострова? Ну, очевидно для нас всех то, что Российско-Украинская война берет начало захвата Крыма, и законом Украины даже названа дата, когда Россия в тайном режиме привела уже в действие свои структуры для того, чтобы начинать захватывать Крым. Это 20 февраля 2014 года. Буквально через несколько дней уже все это стало совершаться в открытый способ. 23 февраля был так называемый Народная вечер в Севастополе, когда главу администрации города Севастополя Яцубу сместили и поставили, эта толпа поставила так называемого Народного мэра Чалова, а 27-го рано утром после грандиозного митинга поддержки территориальной целостности Украины, который 26-го был проведен по призыву Меджиста Крымстарского народа, 27-го рано утром уже вооруженные специальные структуры России, они захватили здание Верховного Совета Крыма и Совета Министров. То есть начало войны для нас всех известно. Но, разумеется, когда говорят, что с Крыма началось и Крым закончится, возможно, это где-то немножко уже образное выражение, потому что ход войны и особенно события последнего года показывают то, что физическое освобождение Крыма может состояться даже раньше, чем в некоторых восточных территориях Украины. По крайней мере, многие эксперты, особенно западные, говорят о том, что именно с освобождением Крыма будет стратегически переломлен весь ход войны, и Россия будет капитулировать. Вот как раз я почему задала вам этот вопрос, потому что вспомнила бывшего командующего армии США в Европе генерала Бена Ходжеса, который как раз и говорил о том, что есть вероятность, что даже Крым будет до определенного момента деоккупации Донецкой и Луганской областей определенных населенных пунктов. Такое тоже возможно, поэтому вы сейчас об этом вспомнили. Я хочу немножко только геополитические вопросы также вам, Рифа Тага, адресовать. Вот 26 февраля, 26 февраля очень особенный день и для полуострова, для Крыма украинского. Это день сопротивления оккупации Крыма. И действительно очень многие озвучивали свое мнение, как далее будет развиваться ситуация. Советник президента США Джо Байден по национальной безопасности Джейк Салливан, ему тоже адресовали вопрос как раз, как Украина будет возвращать Крым. Что он сказал? Что в конце концов произойдет с Крыма в контексте этой войны и урегулирование этой войны, это то, что должны определить украинцы при поддержке США. Но я просто не собираюсь вдаваться в геополитические вопросы, потому что мы сегодня имеем дело с контрнаступлением на востоке, на юге, и нам нужно дать им инструменты для борьбы. И мы это делаем. Ну вот как вы считаете, ответ на такой прямой вопрос, помогут ли США вернуть Украине Крым, тогда вот Салливан снова повторил то же самое, что я сейчас озвучила. Как вы считаете, я понимаю, что Украина должна принимать решение, как она будет действовать в отношении Крыма и как его будет деоккупировать, но все же такая реакция со стороны представителей Соединенных Штатов Америки, Белого дома, как бы вы могли ее характеризовать? О чем это? Ну вот такой ответ Салливана, он вдохновил часть российских пропагандистов. Я вчера ночью некоторых и сегодня с утра слушал, они пытаются дать свою интерпретацию, мол, Соединенные Штаты на каком-то этапе будут готовы вести переговоры с Россией, с таким образом, чтобы, ну скажем, не настаивать на, как они говорят, на возвращении Крыма России. Но Крым никто не отдавал, чтобы его возвращать, его захватили, и поэтому мне представляется то, что сказал Салливан, это вполне вот в характере, но высказывание некоторых американских политиков и достаточно влиятельных, они, когда не хотят, в общем-то, ну, чтобы к ним дальше вот задавались вопросами такого конкретного характера, они говорят, как будет исходить Украина, и как она будет формулировать завершение войны. И мне представляется, это абсолютно оправданно, потому что все знают, что украинское общество в абсолютном своем большинстве, и сегодняшнее военно-политическое руководство, оно не видит другого завершения российско-украинской войны, как освобождение всех своих территорий по состоянию на 1991 года. Мне представляется, что в Украине вообще нет, извините меня, политиков-самоубийц, которые могли бы каким-то образом даже предположить, что вопрос какой-то части территории Украины может быть предметом компромиссов для того, чтобы остановить или завершить российско-украинскую войну. А то, что касается, еще раз повторюсь, Соединенных Штатов Америки, они очень последовательны все эти годы, начиная с захвата в 2014 году российскими войсками Крыма. Просто их уровень поддержки, он может быть, но в разные годы, скажем, был с разной точки такой интенсивности, но с момента, когда, помните, при Держсекретаре Помпео была принята так называемая, оглашена Крымская декларация, и оригинал ее был вручен Мустафе Джимилеву, лидеру крымско-татарского народа. И в этой декларации очень четко говорилось о том, что США никогда не признают и не прекратят усилий, не признают аннексию Крыма, попытку аннексии Крыма, и никогда не прекратят усилий для того, чтобы восстановить суверенитет Украины над Крымом. И Соединенные Штаты очень последовательно в этом своем решении. Арифат Ага, в одном из интервью, это был проект «Радио Свобода Кремриария», и вы говорили о том, что, ну, понятно, что там без каких-то точных прогнозов, ожиданий, но все же, что в деятельности межлица крымско-татарского народа вы исходите из того, что полуостров может быть деоккупирован в течение 2023 года, и уже вы, вот в рамках этих ожиданий, вы уже планируете провести определенное мероприятие. Я хотел бы уточнить, а на чем основываются вот эти ожидания? Понятно, что мы все верим, знаете, в лучшее все же, да, но понимаем, что и ресурс у России определенный еще, ну, по крайней мере, вот к этому времени он сохраняется. И о каких мероприятиях вы говорили? Ну, прежде всего, мы анализируем ту военную поддержку, которая оказывается партнерами нашему государству, и в частности, то, что касается определенных видов оружия, ну, речь прежде всего идет о дальнебойной артиллерии, и мы исходим из того, что это оружие может быть и, скорее всего, будет использовано для того, чтобы поражать ряд военных целей, благодаря которым Россия контролирует ситуацию в Крыму и удерживает Крым, имеется в виду мост через Керченский пролив, военные корабли Черноморского плота России, ну, и, конечно, вот этот коридор по суше, который сейчас является одной из коммуникаций снабжения Крыма, через часть оккупированную Херсонской, Запорожской областей и со стороны вот России, да, и когда вот эти три, эти фактора будут с вооруженными силами Украины ликвидированы, Крым, в общем-то, ну, практически останется беззащитным. Мы видим, как сегодня, ну, в прямом смысле сегодня, две недели назад, полтора месяца назад, какие фортификационные работы проводятся в Крыму, мы получаем об этом информацию, каждый день набираются рабочие, достаточно высокая оплата, и весь Северный Крым сейчас покрывается фортификационными сооружениями, это говорит о крайней неуверенности и российских оккупантов, но я не знаю, тут, конечно, будут определять военные, мне представляется, что эти фортификационные сооружения могут и не пригодиться, если мост и корабли Черноморского плота будут уничтожены в самом начале наступления с целью освобождения Крыма. И давайте еще поговорим об очень важной теме Рифа Тага, это о тех крымских татарах, которые сегодня являются узниками Кремля, которые находятся в тюремном заключении, да, которые оказались в тюремном заключении, в первую в кавычке, благодаря Российской Минной Федерации, оккупационной власти, мы об этом с вами знаем, систематически нарушают права человека в аннексированном Крыму. По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубенца, события в Крыму в 2014 году показали, что система международной безопасности, не сработала. Давайте услышим. В настоящее время, по тем данным, что у нас есть, нам известно, что 180 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированных или религиозных уголовных преследований. Из них 18 человек вообще без статуса. То есть и здесь Российская Федерация показывает, плевать она хотела на международное гуманитарное право. Когда гражданское лицо без выдвижения обвинений, судебных разбирательств просто могут удерживать очень много времени. Из числа тех, кто сейчас удерживает Российская Федерация, 116 представителей крымских татар. Рифат Ага, как сделать так, чтобы крымские татары больше не попадали в заключение? Как сделать так, чтобы те, кто сейчас находится по ложным обвинениям, те, кто получили по так называемому российскому судебным процессам, получили и оккупационных властей в Крыму, получили огромные сроки, по 14 лет и так далее. Вот сейчас есть все-таки какой-то механизм, исходя из того, что сейчас говорит и господин Лубенец, когда международное право и тогда не сработало. И мы видим, очевидно, оно и сейчас не работает, оно никаким образом не влияет как раз на те процессы, которые происходят в оккупированном Крыму. Получается, я спрошу прямо, Рифат Ага, получается, придется ждать, пока остров, полуостров не будет деоккупирован. Получается так, да, и до того момента крымские татары, которые сегодня в заключении Российской Федерации, они продолжат находиться в тюрьмах? Да, вы знаете, вот так, как сейчас прозвучал ваш вопрос, такие рассуждения были сегодня и на круглом столе, который был проведен в офисе уполномоченного по Верховной Раде Украины по правам человека. И я, когда выступаю, говорил о том, что уповать на то, что Россия в какой-то момент может начинать соблюдать нормы международного и в том числе международного гуманитарного права, просто уже не приходится. Международное право России было опрокинуто и никогда теперь уже Россия, вот в том ее нынешнем состоянии, она не будет возвращаться к соблюдению международного права. И поэтому мы сегодня как бы все пришли к мнению, фиксацию всех этих нарушений, принятие тех или иных международных решений, начиная от Генеральной Ассамблеи ООН и завершая европейскими международными структурами. Все это надо продолжать. Но в то же время искать варианты, чтобы обменять, освободить этих людей. Хотя в то же время я рассказывал о всех наших вариациях, которые мы предлагали российской стороне, в том числе через турецких посредников. Месяц, два месяца назад с участием Мустафы Джимильева, Дмитрия Лубенца. Россия абсолютно не реагирует на наши предложения. И это говорит лишь о том, что на самом деле, и в вашем вопросе это сейчас прозвучало, на самом деле прекращение всех этих репрессий, преследований граждан Украины, проживающих в Крыму, может быть состояться только лишь с освобождением Крыма от оккупации. К великому сожалению, пока еще говорить о других каких-то эффективных путях освобождения полизаключенных просто не приходится. Ифат Акадо, давайте в продолжение разговора о еще одном вызове, который стоит и будет стоять определенным образом. Он в том, что украинское правительство ныне готовит план реинтеграции аннексированного полуострова после деоккупации. В частности, разрабатывает наказание для коллаборантов, работает над кадровой политикой, ведь после деоккупации, говорят в правительстве, особенно будут необходимы профессионалы с патриотической позицией в органы местного самоуправления, правоохранительные органы, ну а также суды. Ну давайте услышим эту позицию. Ключевым вопросом реинтеграции Крыма будет гуманитарная политика, потому что мы будем иметь дело с результатом абсолютного отсутствия независимых медиа, милитаризации образования, вообще сознания жителей Крыма. С результатом пропаганды, уничтожения культурного наследия и упадком туристической отрасли. Важным аспектом будет административно-территориальное устройство, создание и работа военных администраций. В конце концов, концепция восстановления Крыма такая. После деоккупации он должен стать комфортным для жизни и открытым для мира. Ифата Га, как, знаете, вот разбираться с этим вызовом и с этой проблемой, если стоит, да, вот этот вопрос, и очень остро стоит, вот каков, какой подход использовать, когда Крым будет освобожден? Вот насчет тех людей, которых, знаете, как я понимаю, ну еще нужно будет там проверить на коллаборационизм, да, и в целом на причастность к любым незаконным действиям оккупационной власти. Вы знаете, в силу своего возраста я отношусь к тому поколению, которое не только помнит, но и заполняло в разных ситуациях анкеты, где был один такой вопрос. Были ли вы или находились ли вы или ваши родственники в годы фашистско-немецкой оккупации на оккупированных территориях? Что-то подобное было, я сейчас не ручаюсь за точную цитату. Но вот такие люди, как я, мы имели, как бы, мы были дважды клейменные, потому что я родился в изгнании, мои родители, крымские татары, они были высланы, да они еще и жили в годы немецкой оккупации Крыма. К чему я это сейчас помнил? Мы недавно собирались и во главе с вице-премьер-министром Украины Ириной Верещук, и были представители правозащитных организаций, имиджлистов крымско-татарского народа. И мы говорили о том, что есть несколько таких направлений, где мы должны найти очень точные и эффективные формы их разрешения. Первое – это колонисты. Это почти что миллион людей, которые поселились в период оккупации Крыма, незаконно в Крыму. Это 99,9% – это граждане России. Вот здесь мы должны определиться, но здесь я не вижу особых трудностей. И думаю, что мы здесь найдем, опираясь в том числе на международное право, достаточно эффективные механизмы. Второе – это коллаборанты. То, о чем вы сейчас спросили. Здесь, конечно, надо будет очень тщательно и всесторонне подойти к этой проблеме, чтобы снова же не в нарушении, а следуя международному гуманитарному праву, нам так усовершенствовать законодательство Украины для того, чтобы вот все те люди, которые уже десятый год будут жить в условиях оккупации, только тем, что они не бросили свои дома, а многие из них, скажем, крымские татары, они только-только возвратились после полувекового изгнания, чтобы они не стали только этим виноваты, как в советское время. Все, кто жил на оккупированной территории, они уже были виноваты перед советской властью. Поэтому нам надо будет очень четко провести линии между гражданами Украины, которые выживали в условиях оккупации, и теми, которые своей деятельностью укрепляли оккупационную власть. Я думаю, что на это тоже у нас хватит и потенциала, и разума. И третья проблема – это кадры, и это моя позиция, я о ней вслух говорю. Тогда, когда мы говорим о кадрах, разумеется, мы осознаем, что значительную часть кадров для того, чтобы успешно Крым реинтегрировался после освобождения, надо будет помочь Крыму с кадрами. Но никто не должен иметь право вообще вывести из этой сферы собственно то население тех людей, которые живут в Крыму. Я повторюсь еще раз, Крыму сотни тысяч людей. Это крымские татары, этнические украинцы, которые остаются верными украинскому государству. Они выживают там и ожидают освобождения Крыма. И поэтому эти люди тоже должны быть частью сообщества, которое будет возрождать освобожденный Крым. Ифан Дагас, спасибо вам за то, что присоединились к эфиру телеканала «Фридом» и за разговор. Спасибо. Спасибо.